всем привет есть тревожная информация которая касается украинцев германии информация связана с работой что за ситуация и что произошло разберемся и обсудим в этом видео но прежде чем начать хочу поблагодарить вас зрителей за то что смотрите мой канал и пишите ваши комментарии я кстати читаю все комментарии и стараюсь отвечать на ваши комментарии которые требуют ответ так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях чтобы как можно больше людей узнала за эту ситуацию и не попадали в такие неприятности и давайте делу и так как вы все знаете много украинских беженцев выбрали германию для того чтобы укрыться от войны в украине многие украинцы поехали в германию из-за высоких финансовых пособий и хорошего социального обеспечения но не все украинцы такие кто-то пытается интегрироваться в стране а некоторые из первых дней пытаются найти себе работу и как раз о таких украинцев вернее украинках на одном информационном портале появилась информация о ситуации в которую они попали с работой в германии тут речь идет о женщине с востока украины которая еще в октябре уехала в германию для спасения от войны в украине зарегистрировалась она в гамбурге в крупном портовом городе на севере германии который расположен у места упадения реки эльбы северное море трудолюбивая женщина в бывшем работник металлургической промышленности хотела прежде всего одного работать как можно быстрее facebook она нашего объявления что требуется уборщики для круизных лайнеров в папенбурге подобных объявлений фейсбуке очень много в различных тематических группах да и не только в фейсбуке есть еще очень популярные телеграм-каналы с различными вакансиями и предложениями работы в общем женщина начала работать там с другими украинками но проблемы начались уже на втором месяце работодатель перестал платить им заработную плату работала украинка в компании око которая по словам верфи майер папенбурге была заказана одним из своих поставщиков в качестве субподрядчика сама вверх майер получила анонимное сообщение о том что компания кок не платит работникам должным образом в итоге после шести недель уборки украинки на круизном лайнере работодатель перевез ее в старый дом файне нижняя саксония там она временно жива с четырьмя другими женщинами и более трех месяцев ждала своей зарплаты так как ничего хорошего не предвиделось украинка обратилась в консультационный центр арбайт он либо который поддерживает в таких случаях иностранных работников и только после этого женщине выплатили это только часть зарплаты есть еще интересный момент что с работодателем связались для того чтобы разобраться с некоторыми вопросами по этой ситуации и изначально работодатель согласился на общение но затем его отменил и в письменной форме он назвал обвинения абсурдными и необоснованными а в разговоре он назвал беженцев из украины оскорбительными словами и пригрозил что уничтожит украинский народ вот такая неприятная история случилась с украинской беженкой германии но на самом деле думаю что это не единый случай так как ранее когда-то давно я и сам имел опыт таких вопросов так что аферы с работой бывают не только в украине но даже и в бюрократичной германии это тоже все бывает и даже в нынешнем времени поэтому предлагаю вам зрителям дальше в комментариях под видео обсудить эту новость как вы относитесь к такому неприличному поведению работодателя и как украинцам не вляпываться в такие истории возможно кто-то из вас сможет поделиться своим опытом трудоустройства в германии либо напишите ваши советы для украинцев как правильно и непроблемно найти себе работу в германии напишите ваше мнение в комментариях под этим видео на этом все подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео а также поделитесь пожалуйста ссылкой на этот ролик в ваших соц сетях спасибо всем за внимание и за просмотр берегите себя до новых встреч пока пока